В этом году ЕГЭ будут сдавать почти 14 тысяч выпускников. Сегодня их родители пробуют на себе все этапы государственного экзамена. Допуск, прохождение через рамку металлоискателя, инструктаж и выполнение самого задания. Полное погружение в атмосферу ЕГЭ. На едином государственном экзамене по русскому языку только мамы. Папы не решились. Светлана Иванова зондирует ситуацию для дочери-выпускницы. Девочка очень переживает, как будет сдавать ЕГЭ. Волнуются больше, что если плохо сдаст, как бы не попадет туда, куда хочется. Или что-то на экзамен сложный попадется. Никаких подсказок, телефонов, экзамен записывается на видео. Все по-настоящему. Цель не напугать, а показать все как есть, говорят представители Министерства образования. Хорошая оценка на экзамене складывается из трех частей. Знание предмета, процессы самого испытания и правильного психологического настроя и у школьников, и у родителей. Чаще всего родители нервничают из-за того, что они не понимают и не знают, что это такое. Вот когда они в это окунутся, когда они это увидят, мы очень надеемся на то, что и дома будет более спокойная обстановка и более правильный настрой. В Самарском центре для одаренных детей волнуются особенно сильно. В этом году у них первый выпуск. Их воспитанники постоянно участвуют в сложных олимпиадах и конкурсах. И задания ЕГЭ могут вызвать замешательство с неожиданной стороны. ЕГЭ проще по сравнению с любой олимпиадой и любым конкурсом профессионального мастерства. И привыкнув бороться с амбициозными задачами, не всегда школьник сразу автоматом перестраивается и начинает искать сложные там, где его нет. До первого ЕГЭ в марте времени остается немного. Все самарские выпускники уже зарегистрированы. В этом году больше выбрали физику, химию и биологию. Меньше общества знания. В самой процедуре экзамена небольшие изменения. Материалы с заданиями будут печатать прямо на экзаменационных пунктах. Из всех дисциплин, кроме иностранного языка, убрали часть с выбором ответов. Тем временем испытание для родителей заканчивается. Как у вас ощущения? Нормальные ощущения, как на экзамене. Вы отличницы, наверное, были? Наверное, да. Ну как, трудно вообще, нет? Да нет, все решаемо. После экзамена круглый стол с представителями Министерства образования и педагогами. Родители делятся впечатлениями, вносят замечания и предложения. Олеся Корецкая, Станислав Левин. События.